По состоянию на 1 августа было заключено 157 соглашений с местными исполнительными органами на строительство 12 764 квартир. Как вам известно, что строительство обеспечивает местные исполнительные органы, а задача банка это финансирование и выкуп. Поступило более 23 тысяч заявлений, то есть на сегодняшний день интерес людей на получение жилья в рамках программы «Доступное жилье» динамично растет. Если по состоянию на 1 января наблюдалась тенденция такая, что не очень активно участвовали люди, то на сегодняшний день есть заявление по отдельным регионам, где на одну квартиру подают по 4-5 человек. То есть конкурс очень большой. По состоянию на 1 июля, то есть за первое полугодие было сдано 54 жилых комплекса, которым 4400 с лишним квартир уже сданы в эксплуатацию. И там часть людей, скажем, получили уже кредиты, заселены, часть людей там оформляют соответствующие документы, часть квартир, по которым местные исполнительные органы оформляют правоустановочие документы. На сегодняшний день банкам перечислено в местные исполнительные органы 15,9 миллиардов тенге. Эта сумма состоит из средств вкладчиков, средств банка и средств кредита из государственного бюджета. Примерно половина денег – это деньги наших вкладчиков. До конца года еще предполагается ввод еще 81 жилого дома, где-то примерно более 6,5 тысяч квартир. То есть в каждом регионе каждый жилой комплекс находится в состоянии в зависимости от планов строительства. То есть где-то там, например, оформляются правоустановочие документы, где-то там процедуры по сдаче, где-то там чистовая отделка доделывается. В общем, исходя из этого, мы думаем, что до конца года еще более 6,5 тысяч клиентов получат свои квартиры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...